Здравствуйте, дорогие мои афонтовцы и подписчики моего канала на ютюбе Голова садовая тетя Таня. Там все страшно и интересно. Сегодняшняя тема злободневная муравьи. И запомните, один муравейник за сезон, за лето уничтожит не менее 10 миллионов насекомых и их личинок, гусеницы их личинок. Вы себе представляете? Вы можете сделать это? Не можете. Поэтому уничтожая их, всегда не забывайте, что вы нарушаете какую-то цепочку и придет вредитель куда более страшный, чем муравей. Но если они допекают нас, например, в землянике нашей садовой крупноплодной, то меня бы устроил такой рецепт. Вот это прессованные дрожжи. Видите? Они вот в виде такой массы. Для того, чтобы муравьям было вкусно, они не придут на дрожжи, зато они придут на варенье. Вот столько будет достаточно, чтобы им сделать коктейль землянично-клубничный. Вот сейчас мы все это перемешаем. И я придумала сама, чтобы положить их, вот эту массу, положить на эти крышки от банок. Они не нужны, они уже не работают. Поэтому для меня это гораздо удобнее. Их и помыть можно и выбросить, не жалко. Но эту массу вы должны обязательно, ну как бы если это на открытой местности, она, конечно, потеряет свои качества. Почему дрожжи, вы спросите? Да потому что рабочие муравьи, они не погибнут от дрожжей, но они отнесут вот эту еду своей царице, то есть вот этой матке, которая и воспроизводит огромное количество яиц, а их там под землей просто тысячи. Принято считать, вот смотрите, я раскладываю, потом мы отнесем это под ягоду. Принято считать, что, ну они не любят многих цветов, лаванду, бархатцы, не любят помидоры. И написано в научной статье, в помидорной теплице муравьи не водятся, а вот фигушки водятся. У меня вот в той верхней теплице, где мы все время снимаем, там количество муравьев превышало все вообще позволенные нормы. И мне пришлось просто совком вместе с яйцами их унести туда к забору. Мне, конечно, их жалко, но и помидоры жалко тоже. А что они сделали с клубникой? Они просто строили башни. Мою Елизавету, представляете, мою Елизавету, они просто обсосали внутри все стебельки и все сердечки. И у меня половина кустов не готовится ко второму плодоношению. Я в шоке просто. Поэтому вот такая еда для них приготовлена. Чем хороша эта еда? Да тем, что мы не опрыскиваем, не вводим в почву, а только как бы раскладываем между растениями. Они, естественно, отравят свою царицу. Но в данном случае в землянике им делать нечего, это точно. Пусть живут вон газонов много, вон цветов много. Я не против совершенно. Вот, кстати, сказать, вы на огороде в луке видели муравьев? Нет. В чесноке? Нет. Нет. Они не любят эти запахи. А вот гарантированно принято считать, что если у вас дома завелись муравьи, принесите лесных муравьев. И лесные муравьи уведут ваших домовых муравьев. Написано 100% попадания. 100% получится так, как там написано. Я, конечно, в шоке, но я считаю, что таким образом легче их вывести, если 100% гарантию дают. Попробуйте, может, у вас получится. А сейчас мы поставим эти крышки вот в ту замечательную, новую, ремонтантную, мою любимицу. Это у меня любимиц много, конечно, но в данном случае это будет Альбион, это будет Портола, это будет Сан Андреус. Я их очень люблю. Это, конечно, эксперимент, и вы должны это понимать, что не все я вам показываю и делаю то, что я хорошо знаю. Но меня более чем устраивает такой метод. Вот смотрите, здесь огромное количество цветоносов, да, и это здесь уже растет, это Сан Андреус. Посмотрите, какие ягоды. Вот просто обратите внимание. Это просто чудо. Я приготовлю крышки практически для всех кустов, которые здесь находятся. Вы должны понимать, что надо сделать так, чтобы ее было и достаточно. Не занимала она много площади и в то же время была здоровая, красивая, сладкая и так далее. Вот этим я и занимаюсь. Это пирамида, где будут расти только эти три сорта. Они очень похожи, они из одной серии, поэтому для них пока только пирамида. Но впоследствии будет большая теплица. Меня устроит пять рядов, которые каждый из рядов даст по ведру. Здорово я придумала? Я думаю, что да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok